Более 50 миллионов рублей собрано в рамках марафона «Рождественский подарок». Об этом сообщили в региональном Министерстве труда и социальной защиты населения. Благотворительные пожертвования поступают от организаций и жителей области. Надеются на помощь добрых людей и маленькие пациенты противотуберкулезного диспансера. Детское отделение противотуберкулезного диспансера – место особенное. Ежегодно здесь проходят лечение десятки маленьких пациентов со всей области. Как правило, пребывание в этих стенах затягивается, курс длится от трех до девяти месяцев. На это время диспансер становится для ребят вторым домом. А значит, помимо терапии и обучения, на долю педагогов приходится и досуговая часть. Малышам нужно создать комфортные условия. Увы, на это ресурсов хватает не всегда. В первую очередь необходимы констовары, конечно. Констовары, потом, может быть, спортивный инвентарь какой-то, вот, мячи, бадминтон, скакалки. Не знаю, может быть, вот санки. Сейчас зимой. Средства из бюджета на работу противотуберкулезного диспансера, конечно, выделяются, но они рассчитаны в основном на лечение и обучение ребят. Остальное – забота родителей. К сожалению, большинство пациентов детского отделения – это дети из неблагополучных семей или приютов. У многих даже нет одежды по сезону. Поэтому у новгородцев в рамках благотворительного марафона еще есть время такую несправедливость исправить. И, быть может, подарить этим малышам немного чуда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова